Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с гостем нашей студии будем обсуждать земельные вопросы. Присоединяйтесь. Александр Васильевич Матарас, начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома. Родился в 1973 году в Житковичском районе. Высшее юридическое образование получил в 1995 году в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Позднее окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения». Трудовую деятельность начинал помощником прокурора в Реческой межрайпрокуратуре. На протяжении трех лет работал судьей в Речице. В 2004 году занял должность начальника отдела хозяйственного суда Гомельской области. А в 2007 году заместителя начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. На нынешней должности с 2009 года. На вопросы, которые касаются деятельности главного управления землеустройства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Александр Васильевич. Добрый вечер. Тема земли актуальна во все времена. Это уникальный ресурс, который позволяет и дом построить, и вырастить сельскохозяйственную продукцию, и развить свой бизнес. Александр Васильевич, сколько у нас в регионе свободной земли, и как можно узнать о ее наличии? Ну, земельные участки, они распределены государством по разным направлениям. Это индивидуальное жилищное строительство, что касается граждан, как правило, в этом направлении. Садоводческое товарищество, ну, а также бизнес, ведение какой-то хозяйственной деятельности. На текущий момент государство в лице Гоменско-областного исполнительного комитета и Главного управления землеустройства непосредственно сделало все для того, чтобы быть максимально открытым и доступным для наших граждан, равно как и не граждан и иностранцев, которые готовы инвестировать в экономику Республики Беларусь. Существует сайт Главного управления землеустройства в сети интернет, где по принципу интернет-магазина сформированы земельные участки по разным направлениям. Поэтому достаточно определиться с желанием, которое я хотел бы удовлетворить по тому или иному направлению, определить путем несложных комбинаций земельный участок, который я хотел бы выбрать, и интернет-сайт в автоматическом режиме подберет вам необходимый земельный участок. При этом этот ресурс позволяет знать, на каких условиях этот земельный участок может быть приобретен, в каком случае бесплатно, в каком за определенную сумму денег, при этом какова эта сумма денег будет. И даже более того скажу, что если это речь идет о платных земельных участках, то есть возможность посмотреть, какова же рыночная стоимость сложилась в том или ином регионе, поскольку на сайте накапливается информация о проданных земельных участках, когда они продавались, за какую сумму и сколько участников для тех или иных целей было в этом регионе. Более того, если уже лицо стало владельцем земельного участка, то оно может найти все вопросы или ответы на вопросы, которые у него возникают в период землепользования. И далее мы идем по пути того, что если в течение хозяйственной деятельности эти вопросы возникают, и может быть даже времени нету изучить нормативную базу наши ответы, есть возможность задать этот вопрос и получить в короткое время ответ на него. При этом, если не получил полный ответ по каким-то причинам, а так бывает, что не всю исходную информацию наши посетители дают, мы даем возможность по телефону связаться и получить исчерпывающий ответ. Да, это действительно современная форма работы с людьми, и информирование, и ответы на вопросы в то же время. Напомните адрес ресурса? Ну, я всегда говорю о том, что в поисковой системе можно задать сочетание слов земельного участка Гомельской области, и вы сразу же выйдете на сайт Главного управления землеустройства, при этом, если уже название, то это гомель-облазем.бай. Наверное, самый распространенный вопрос, который звучит от граждан, это как получить участок для строительства жилья. Сегодня все ли желающие в регионе могут стать хозяевами таких участков? Ну, если говорить о среднестатистических показателях, то на территории Гомельской области достаточное количество земельных участков, которые государство предлагает для этих целей. Около пяти тысяч свободных земельных участков размещены в названном выше мной земельном ресурсе, и все эти земельные участки распределены по населенным пунктам, по сельсоветам, по районам, и, соответственно, любой желающий, независимо от того, где он проживает, может подобрать себе земельный участок, исходя из тех целей и представлений, которые у каждого индивидуально имеют место. Ну, а что касается нуждающихся в улучшении жилищных условий и тех, кто нуждается в участках и стал на очередь, то их в два раза меньше, чем количество земельных участков. Но это я говорю в среднем, в среднестатистической показателе. Регионы у нас, к сожалению, не все одинаковые, потому что все тяготеют к областному центру, и чем ближе к нему, тем дефицитнее земельные участки. Но, правда, в областном центре, как такового, дефицита земельных участков у нас не наблюдается. Сформировано достаточное количество земельных участков, которые позволяют удовлетворить спрос. К слову сказать, в городе Гомеле не более года желающий стоять на очереди и получать земельный участок. Это будет какая земля? Какие районы? Это Новобельский район, район застройки Романовича. Там порядка трех с половиной тысяч участков сформировано. И на сегодняшний день, и на перспективу, их достаточно для того, чтобы удовлетворить всех желающих. Единственная проблема, которую мы сейчас в средствах, массовой информации наблюдаем, наши жители недовольны тем, что там отсутствует инфраструктура, но в этой части я должен сказать, что когда мы предлагаем земельные участки, мы открыто говорим о том, что на сегодняшний день инфраструктуры там нет. Вы можете воочию убедиться в этом и гарантировать, что через год или два она там будет. Мы не можем. Все будет зависеть от того, как работает экономика, насколько наполняется бюджет, насколько государство имеет возможность вкладывать в инфраструктуру соответствующие деньги. Ну, ближайшие как раз несколько лет ситуация там должна поменяться, а сколько лет отведено на то, чтобы освоить участок, отведенный под строительство? Может, как раз два-три года это и все сложится? С точки зрения законодательства о земле, гражданин дается один год для того, чтобы он приступил к занятию земельного участка. Приступил он, это значит, что он должен начать конкретное определенное действие на этом участке для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом. Потому земляные работы выполнены, значит, обязательство человек выполнил. С точки зрения возведения индивидуальных жилых домов, это три года государство дает на эти действия, но в то же время дается возможность путем таких процедур, как консервация, продление срока пользования земельным участком до восьми лет. Таким образом, восемь лет – это максимальный срок, который дается человеку для того, чтобы построить индивидуальный жилой дом. Но за это время, конечно же, и жизнь показывает, и практика, что государство стремится создать условия для людей, чтобы они жили. Да, такой срок уже достаточно много меняется. Понятно, что люди хотят строиться поближе к все-таки крупному городу. Вот помимо Гомеля, где еще у вас требована земля? Во всех наших крупных районных центрах, районах – это Ижлобин, Мозырь, Калинковичи, Речица, Светлогорск – во всех этих районах наблюдается повышенный спрос на земельные участки. Ну, правда ли, что потом каждый третий участок приходится изымать? Ну, если брать статистику, то действительно так и получается. Даже из года в год бывают такие статистические данные, при которых, может, даже и больше, чем каждый третий. Потому что, если говорить об индивидуальном жилищном строительстве, то в прошлом году мы предоставали порядка 500 земельных участков. В то же время около 200 было изъято. И изъято по инициативе государства по той причине, что не выполнялись обязательства землепользователя. Это что? Это, в первую очередь, порядок, не начато строительство? Что касается порядка, то относительно граждан, строящих индивидуально жилые дома, к таким радикальным мерам мы не прибегаем. А вот что касается строительства дома, что касается преступления к строительству и возведения на нем, если нарушаются сроки, то государство изымает по своей инициативе. То есть все наши зрители должны понимать, что если у них возникло желание получить земельный участок для этих целей, нужно рассчитывать силы и средства для того, чтобы эти обязательства выполнить. По той причине, что государство просто вынуждено для того, чтобы поддерживать в порядке вот эту сферу, изымать эти земельные участки, предоставлять тем, кто реально нуждается в них. Что дальше происходит с изъятым участком? То есть он отправляется в общую базу и дальше реализуется только с аукциона, либо же может быть и предоставлен нуждающимся? А здесь два направления. Я остановлюсь на первом. Он может быть предоставлен без аукциона. таким же образом на безвозмездной основе гражданину, который нуждается в этом земельном участке, в зависимости от того, какая это территория. Допустим, если город Гомель, то здесь получают земельные участки безвозмездно нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Потому что если участок изъят, и государство видит, что на аукционе он не может быть продан, потому что спрос низкий, он может предоставить безвозмездно нашим гражданам. В то же время у нас общий принцип при изъятии земельных участков продавать их с аукциона. Тогда оформляются соответствующие документы, выставляются на публичную площадку, и уже в конкурентном борьбе продаются земельные участки нашим гражданам. То есть и в тех районах жилой застройки популярных сегодня, которые сегодня строятся, возле Гомеля тоже земля реализуется с аукциона в том числе? В городе Гомеля, как правило, с аукциона. В том, что дорогая, это выгодно. Да, бесспорно. Практика и жизнь показывают, что на аукционе участвуют десятки людей в борьбе за конкретный участок, и стоимость земли по сравнению с начальными увеличивается в десятки раз. Александр Васильевич, есть вопросы, которые уже поступают к нам на Вайбер, и вот я хотела бы сейчас некоторым из них уделить внимание. У меня есть земельный участок и свидетельства о государственной регистрации на него. Я полноправный хозяин, но исполком предъявляет претензии относительно порядка на участке, угрожает изъятием. Правомерно ли это? Ну, у нас бытует среди обычных людей мнение о том, что уже если получил земельный участок пользования, у школ есть документ на этот земельный участок, а если еще и в частной собственности, то уже никто не вправе смотреть, что на этом земельном участке происходит. Но надо сказать о том, что, во-первых, если говорить о частной собственности либо о иных вечных правах, таких как пожизненно следуемое владение, а аренда, то уже само по себе. Участок остается в государственной собственности, и государство, как лицо, которое передал этот участок, праве контролировать, как использовать этот земельный участок. Но не исключение частная собственность. Даже в частной собственности, если земельный участок продан, есть обязанности землепользователя. Они четко прописаны в законодательстве с вытекающим отсюда ответственностью за использование этого участка. Поэтому первое, что должен всегда землепользователь знать, это то, что он должен использовать его по целевому назначению. Это первая его обязанность. Второе, он должен благоустраивать и эффективно использовать этот земельный участок. Вот часто задаются люди нашим вопросом, а что такое благоустраивать? Ну, я скажу, что четкого однозначного критерия в законодательстве не содержится, потому что все в законодательстве не урегулируешь. Но для нас, каждого человека, абсолютно очевидно, что такое благоустроенная определенная территория, а что такое территория, на которой абсолютный хаос. По этой причине государство контролирует. И эта же функция есть у землеустроителей республики, в том числе и Гомельской области. И они обязаны реагировать на факты бесхозяйственности на земельных участках. И имеют место штрафы как для граждан, так и для юридических лиц, и при этом немаленькие. А угроза изъятия правомерна в данном случае? – Бесспорно, это является крайней мерой в решении этого вопроса. Я вот называл статистику. Это как раз таки имеет место, как правило, в случаях, когда используют земельные участки для иных целей. Например, если говорить сферу частного бизнеса, крестьянское фермерское хозяйство. Часто у нас для этих целей берут земельный участок, не рассчитывают свои возможности и просто-напросто забывают об этих землях. Это ценные сельскохозяйственные земли, которые для иных целей у нас изымаются только по согласованию с президентом Республики Беларусь, но так складывается ситуация, что конкретные фермеры их забывают. В таком случае выдаем предписание, не выполним, изымаем земельный участок. Еще есть вопрос на эту же тему. Соседский участок зарос травой, не обрабатывается, дом разваливается, начали расти кусты. На участке завелись ужи, бегают бродячие собаки. Сам хозяин участка давно не появляется. Куда я могу обратиться, чтобы навели порядок? Вот в этой ситуации куда обращаться, если хозяина не видать? Такие обращения нередки в нашей трудовой деятельности, ежедневной. И озабоченные соседи часто обращаются с этой проблемой. Всеми земельными ресурсами у нас распоряжаются местные исполнительные комитеты. Если это сельская местность, значит, это сельсовет, который обладает информацией о том, кому принадлежит тот или иной земельный участок. И он имеет возможность с помощью тех средств, которые у него есть, найти этого землепользователя и принять соответствующие меры реагирования. Начиная от профилактических в виде бесед, предписаний, заканчивая применением штрафных санкций и в итоге изъятием этого земельного участка. При этом исключение не составляет земельного участка, на которых находится капитальное строение. То есть жилые дома, дачные какие-то постройки. Государство имеет возможность, и для этого есть, опять же, средства, изъять такие участки вместе с капитальными строениями и в последующем продать их на аукционе. Вместе с дому? Вместе с дому. Кто должен контролировать порядок на земле? Государство или хозяин участка? Такой вопрос наши корреспонденты адресовали людям на улицах Гомеля. Хозяева должны контролировать чистоту, порядок на своих участках. Как в квартирах, как в домах. А если нет порядка? А если нет порядка, значит, нужно... Есть в кооперативах председатели. Нужно каким-то способом воздействовать. Я считаю, вообще-то люди должны в первую очередь. Государство уже как бы... Ну, от людей же ответственность идет, по-моему, в первую очередь. Я так считаю. Ну, разве нет? Мне кажется, 50 на 50. То есть, как государство, так и люди должны за своими участками смотреть. Ну, так однозначно не скажешь. Мне кажется, это и государство, и люди. Все как бы заодно должны быть. Так не скажешь, что конкретно только вот люди или там только государство. Контролирует все равно государство, что все у нас. Ну, если это дачные участки, то, конечно, люди должны сами. А уже общие места, где-то там, государство смотрит. А если люди захламите свой участок? Значит, с них надо спрашивать, с них требовать. Я не знаю. У меня участка нет, но я не знаю. Я не знаю, но, скорее всего, что все-таки государство должно какое-то участие принимать. И может, это не государство. Может, местные органы какие-то, сельсоветы там или еще кто-то. Потому что уборка мусора все-таки не всегда, если маленькие кооперативы, это не всегда. Это все-таки функция государства, я считаю. Я думаю, что каждый человек должен следить за тем местом, которое ему принадлежит, и убирать на своей территории, следить за чистотой. А если не следит? Надо принимать меры. Ну, я думаю, люди без участия государства. Это мое личное мнение. Наверное, контроль какой-то должен быть, потому что люди получают, а потом эти участки так и стоят. Получают же бесплатно, я так понимаю. Нет, конечно, если бесплатно, то дает государство. Государство должно, наверное, контролировать не полностью, частично. Контроль, я считаю, должен быть. Вы смотрите «Диалог», обсуждаем сегодня «Земельные вопросы». И в нашей студии прямого эфира есть телефонный звонок. Здравствуйте, слышим вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Алло. Да, мы вас слышим, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос такого плана. Дело в том, что у меня соседка построила самовольный гараж и выходит на земли общего пользования. Этот гараж выходит на земли общего пользования. При этом для скрытия высоты гаража, чтобы скрыть высоту гаража, не померять, сосед залил фундамент на землях общего пользования, то есть на улице, на центральной, на улице, на нашей улице Трудовая. Я обращалась ранее письменно, а также обращалась в Ельский райисполком, но они говорят, что это благоустройство. Правомерно ли поступая соседка, скрыл высоту, залила бетон на земли общего пользования, то есть улицу? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Постараемся разобраться. Александр Васильевич, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, чтобы не обижать коллег из подразделений по архитектуре и строительству, я не буду отвечать с точки зрения норм строительства, но скажу законодательстве о земле. Самовольное занятие земельного участка, то есть использование земли без документа на этот земельный участок, законом запрещено. И если кто-либо возвел постройку на самовольно занятом земельном участке, то здесь единая судьба, единственная. Это снос такой постройки. Но исходя из вопросов, очевидно, здесь есть масса нюансов и деталей, которые связаны с окончательным решением вопроса. Первое, что необходимо, это определиться, где эти границы соседского земельного участка. Это делают организации по землеустройству в виде на территории области. Это Гомельг и Прозем, агентство по государственной регистрации земельному кадастру, которые выполняют соответствующие функции. Если они, восстановив эти границы, при условии, что имелись документы на этот земельный участок, увидят, что действительно постройка выходит за эти границы, тогда включается местный исполнительный комитет и выполняет соответствующую процедуру. Повторяю, если там речь идет не о нарушении границ земельного участка, а о каких-то нормах, связанных с высотой постройки, то это тема подразделений по архитектуре и строительству. И компетентно именно эти специалисты смогут ответить на этот вопрос. Спасибо за комментарий. Давайте вернемся к услышанному в нашем опросе. Кто и как несет ответственность за поддержание порядка на участке? Какая часть принадлежит государству, а за что отвечают сами люди? Я с удовлетворением услышал ответ наших телезрителей. И хочу сказать, что здорово, когда люди понимают свою ответственность за то, какие обязательства они приняли на себя с получением земельного участка. Бесспорно, первое, кто несет ответственность, это сам землепользователь. Государству, может быть, и не надо было бы ничего делать и предпринимать никаких контрольных функций, в том числе и непопулярных у наших людей в виде штрафов, если был бы везде порядок. Такой необходимости не было бы. Но, к сожалению, встречаются землепользователи по-разному, выполняющие свои обязанности. И мы ежедневно работаем на земле, на местности, в населенных пунктах, за пределами населенных пунктов, в сельскохозяйственных организациях и видим разные отношения к земле. Потому там, где плохо, принимается мере ирин. Там, где хорошо, большое спасибо этим землепользователям, что они понимают свои обязанности. К слову, надо сказать, в прошлом году более 2,5 тысяч лиц, это и граждане, и юридические лица, были привлечены к ответственности в виде всевозможных штрафов. Хорошо это или плохо? Я скажу однозначно, это плохо, по той причине, что мы стремимся к тому, чтобы этих санкций было гораздо меньше, чтобы у нас везде был порядок. Это действительно плохо. Предлагаю вернуться к тому, что хорошо. Хорошо и эффективно – это аукционы. Скажите, пожалуйста, какой порядок их проведения, кто принимает участие у нас в регионе, в аукционах, и какова стоимость земли на них? Что касается аукционов, то государство, как собственник, оно стремится эффективно использовать свою собственность в виде земли. Потому происходит постоянный мониторинг спроса и предложения для того, чтобы подобрать этот товар в виде земельного участка и выставить его на аукцион, и максимально выгодно его продать. Это одна составляющая этой работы. Но если вторая составляющая, в силу законодательства, не все граждане имеют право бесплатно получить земельный участок, и для того, чтобы получить, им нужно поучаствовать в аукционе. Они имеют возможность предложить конкретному исполнительному комитету выставить конкретный земельный участок на аукцион и получить его в результате этих торгов. Мы идем по этому пути, потому что понимаем, что решаем, во-первых, проблему конкретного человека, во-вторых, решаем вопрос пополнения государственного бюджета и эффективного в связи с этим использованием земельных ресурсов. В-третьих, мы находим владельца этого земельного участка, который будет им пользоваться и приносить пользу как себе, так и государству. Потому что появился владелец, там есть, кто отвечает за порядок на этом земельном участке, плюс уплачиваются налоги за его использование. Что нужно сделать желающим принять участие в аукционе? Век информационных технологий, что нужно сделать, это воспользоваться нашим сайтом, сети интернет, и там выразить свое желание. Вот земельный участок, опять же, технология позволяет его привязать на карте конкретной местности и сказать, вот земельный участок, на сегодняшний день он не используется. Рассмотрите, пожалуйста, возможности выставления на аукцион для таких-то и таких-то целей. Мы рассмотрим и им поможем. Спасибо. Сейчас будем рассматривать и помогать нашему телезрителю, который дозвонился. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Сергей, живу я в Умеле, в городской черте. Радом с нами частные секторы. Это Еромина, Брилюнова, Новая жизнь. В этих районах есть рядом железная дорога и кусочки земли, которые государство не может попустить все в оборот. А для человека там 3-4-5 соток это можно обработать и пользоваться, допустим, выращивать картофель для себя в городке. Не говоря там уже о сельхозусловиях каких-то, а просто для городов. И вот я приходил в землю строительную службу, мне отказали в превращении взять в аренду такой участок. Хотя президент даже говорит, что можно такую землю брать и пользоваться такой землей. У нас участок был, матери говорят, давали, мы переселенцы, давали вот за новой жеребелью, возле кладбища там были участки. Их у нас забрали и отдали арендатору. Хотя вот уже два года арендатор там ничего не сеется, ничего не делает. И у нас забрали, и земля стоит, и ничего не делается. И вот дать, я же говорю, возможности взять есть, а ее не дают. Как будут решить такой вопрос? Спасибо. Вообще, наверное, земельные вопросы одни из самых сложных в законодательстве, мне кажется, потому что столько тонкостей, столько нюансов. Я разделяю Вашу оценку, хочу сказать, что действительно так. И даже в этом простом вопросе, казалось бы, здесь масса нюансов. Во-первых, все зависит от того, кто претендент на этот земельный участок. Не каждый может получить земельный участок под огородничество. Допустим, если человек проживает в индивидуальном жилом доме в городе Гомеле, и размеры его земельного участка ниже 15 соток, он может претендовать на этот участок. Если он проживает в квартире в многоэтажном жилом доме, то такой участок он уже не может получить. Плюс, здесь нужно понимать, этот земельный участок, о котором речь шла в словах телезрителей, находится в границах города Гомеля, либо же она находится за границами этого населённого пункта. Здесь же опять же человек может и не знать, где он находится. Визуально он-то предполагает, что он в Гомеле, а фактически и юридически за пределами. Александр Васильевич, я хочу вас попросить, возьмите, пожалуйста, на контроль это обращение. Я надеюсь, что номер телефона наш телезритель оставил, потому что там действительно есть множество нюансов, которые могут сыграть большую роль, и нужно ответить на вопрос и в этом разобраться. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть сюжет. На эту стройку в 18-м микрорайоне Гомеля обращали внимание многие. Многофункциональный центр с паркингом на 300 машин для местных жителей лишним явно не будет. Тем более, что наличие развитой социальной инфраструктуры для новых районов всегда актуальный вопрос. Объект возводит одна из крупных минских торговых организаций. Сдать центр в эксплуатацию планируется в ноябре этого года. Немногим ранее откроет дверь еще одна гомельская новостройка. Многофункциональный торгово-административный комплекс с объектами общественного питания расположился между двумя вокзалами железнодорожным и автомобильным. Заказчик торговой организации из Полоцка. Это вообще тенденция последних лет. Гомель начали активно осваивать предприниматели из других регионов Беларуси. Сейчас мы проводим полномерную работу, формируем постоянно земельные участки для продаж аукционных торгов как для частного строительства индивидуального, так и под коммерческие цели. В данный момент в городе сформировано порядка 40 земельных участков. Эти участки достаточно востребованы и инвесторы приходят из других регионов к нам и покупают эти земельные участки и строят там свои объекты. Не менее востребованы сегодня земельные участки, выделяемые для индивидуального жилищного строительства. Сегодня их предлагают почти в 1300 населенных пунктах. Деревни Березки Гомельского района на выставленные на аукцион участки претендовали по 5-6 человек. Начальная цена в 5000 рублей препятствием не была. По словам покупателей, у индивидуальных домов огромное преимущество перед многоквартирными строениями. Во-первых, я вырос в частном доме, как говорится, в этой же деревне, в деревне Березках. В квартирах, когда я учился, снимал квартиру и когда ездил на сессии, меня это не устраивает в связи с тем, что где-то дети бегают, плохая шумоизоляция. Если надо отдохнуть, то не отдохнешь. Спрос на земельные участки есть всегда, однако, одно, но все-таки существует. В Жлобине, Калинковичах, Мозыре, Петрикове, Речице, а также некоторых сельсоветах Гомельского и Мозырского районов количество граждан, взятых на учет согласно спискам очередности, превышает количество земельных участков. Кстати, самый дорогой участок находится возле деревни Чонке. Покупатель приобрел его почти за 30 тысяч рублей. Он напрямую зависит от территориального расположения к областному центру. Конечно, все хотят больше в пригородных сельсоветах, такие как Улуковский сельский совет, это Ереминский, Красненский. Конечно, подбираем массивы, но не всегда есть земельные участки, которые могут быть предоставлены гражданам. Для них требуется подготовка земельно-катастрофы, документации, формируются земельные участки также для продажи с аукциона. А где спрос меньше, там, конечно, выбор земельных участков будет больше. Вы смотрите «Диалог», начальник Главного управления землеустройства Гомельской области полкома Александр Матарас сегодня у нас в гостях. Александр Васильевич, конечно, при принятии решения о приобретении земли важным фактором является цена. Сколько стоит земля в Гомельской области? Максимум, минимум? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Все должны понимать, что есть начальная стоимость земельного участка. Законодательство у нас сформулировано сухо. Это кадастровая стоимость земли. Как она определяется? Есть специальные методики, есть специальные организации, которые цену формируют. Она общедоступна на сайте Национального кадастрового агентства и всегда можно её посмотреть для тех или иных целей. Вот когда выставляется участок на аукцион, за базу уберется кадастровая стоимость. А далее она определяется в результате конкурентной борьбы, в результате торгов. Но есть и суммы реальных сделок, которые состоялись в Гомельской области, и их немало. Бесспорно. Я думаю, к удивлению и телезрителей, и к моему удивлению, я назову, что по результатам аукциона самая дорогая земля оказалась в Кармянском районе. Там в результате торгов земельный участок был продан более чем за 2000 долларов, за одну сотку. А чем она была так привлекательна? Но это же не потому, что она на самом деле самая дорогая земля в Кармянском районе. Просто так сложилось, что на этот земельный участок претендовал не один человек, а несколько. Платежеспособных причем, да? Да. И им очень хотелось именно там ее получить. Потому и получилась такая цена. Ну а что касается, опять же, среднестатистической цены, то она чуть меньше 500 долларов за одну сотку в среднем по результатам торгов. Вообще, в прошлом году было продано более 200 земельных участков в результате аукционов для тех или иных целей. В соотношении с предыдущими периодами и в соотношении с тем, как работают другие области нашего региона, как эта цифра выглядит? Относительно вот этой цифры в динамике, увы, это показатель отрицательный по той причине, что стоимость земли уменьшилась. Мы это оцениваем как снижение уровня платежеспособности потенциальных покупателей. Потому что спрос был достаточный, ну и опять же, дефицита мы не создавали, но тем не менее, при одних и тех же исходных данных цена в среднем за сотку упала. Александр Васильевич, четыре минуты у нас до окончания эфира. Есть несколько вопросов на Вайбере. Участок оформлен в пожизненное наследуемое владение, как нуждающемуся в 2008 году. Льготный кредит погашен. Как распространяется действие указа 431, который ввел ограничение отчуждения в течение 8 лет. Вступил в силу в 2012 году. В системе права есть общая норма, общий принцип. Законодательство, которое ухудшает положение, оно обратной силы не имеет. Поэтому, если мы берем за основу действительно то, что здесь озвучено, то на самом деле оно не распространяется на того, кто получил земельный участок до вступления в силу этого закона. Но, опять же, человек мог и не разобраться. Нужно в деталях все изучить, как оно было на самом деле. Ну, надеюсь, что это хорошая новость. Спасибо. Почему так дорого стоит обмер территории садоводческого товарищества? Как узаконить общие границы СТ? Значит, эти работы выполняют организации по землеустройству, подчиненные Государственному комитету по имуществу. Все расценки на выполнение ими работ утверждаются именно этим государственным органом. Никакого определения цены со стороны самих этих организаций не имеет места, потому, как оно сложено, а оно экономически обосновано с учетом затрат, которые эти организации несут при выполнении работ, так формируется и цена. Насколько она высока или низка, судить сложно по той причине, что по крайней мере жалоб в нашем направлении не поступает, что это дорого или наоборот дешево или как-то еще. А для того, чтобы оформить земельный участок, необходимо обратиться в местный исполнительный комитет. Что касается садоводов, то это в район исполнительный комитет по месту нахождения с соответствующим заявлением. Спасибо. И последний на сегодня вопрос. Имею земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения и жилой дом. Участок 25 соток. Можно ли его разделить, так как участок очень большой в связи с хорошим расположением 5 километров от Гомеля? Можно ли часть разделенного земельного участка продать? Должен огорчить? Нельзя. Закон содержит прямой запрет на раздел подобных земельных участков. Можно отказаться в пользу государства. Оно продаст и деньги поступят в бюджет. Не думаю, что согласятся хозяева этого большого и такого привлекательного участка в 5 километрах от Гомеля от него избавиться. Лучше уж сохранить, конечно, в наследство. А подразвитие бизнеса у нас чаще стали землю брать? Каких-то всплесков динамики получения земли не наблюдается, но здесь определенный сдерживающий фактор имеет место предоставления участка под реализацию инвестиционных проектов, когда государство без аукциона бесплатно отдает тем, кто готов вложить деньги в строительство того или иного важного объекта для государства. А какие объекты мы благодаря этому уже получили? Мы в городе Гомеля из числа последних Макдональдс. Спасибо за сегодняшний диалог, было интересно. Спасибо. Начальник главного управления землеустройства Гомельского облсполкома Александр Матарас был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин